Всем привет! Сегодня мы поделимся с вами атмосферой соревнований, услышим мнения и впечатления спортсменов и организаторов. Апнеа Клаб Горький представляет... У нас в гостях Сергей Сергеевич Гурочкин из города Ярославля. Мастодонт, оксакал и корифей фридайвинга. И мы хотим ему задать такой вопрос. Сергей Сергеевич, скажите, что вы посоветуете молодым фридайверам, новеньким фридайверам, которым человек начал заниматься фридайвингом, надо ему участвовать в соревнованиях или не надо? Ну, с моей точки зрения, фридайвинг – это то, что часто называют антиспортом. То есть, если сравнить его с другим видом спорта, где нужно дальше прыгнуть, тяжелее поднять, быстрее пробежать, то во фридайвинге главное – это научиться расслабляться. И если вы учитесь этому правильно, то ваши результаты начинают потихоньку, пусть по сантиметру, пусть по метру начинают расти. Это возникает в вас мотивация продолжать заниматься этим видом спорта, и дополнительная мотивация – это всегда участие в соревнованиях. Поэтому, если вы чувствуете эту мотивацию в виде роста своих результатов и в виде участия на соревнованиях, общения с такими же, как вы, коллегами-фридайверами, учебы у них, потому что именно на соревнованиях люди показывают максимально, на что они могут, тогда это для вас будет прекрасным мотиватором для дальнейших занятий фридайвингом. Спасибо. Прямо не добавить, не убавить. А еще хочу спросить у вас, какие у вас общие впечатления от этого мероприятия и вообще от приезда сюда, в Нижний Новгород? В прошлый раз, когда я участвовал в таких соревнованиях, мне не удалось осмотреть город, хотя бы даже так в экскурсионном таком режиме. А вот в этот раз удалось. Мы приехали заранее, и вчерашний день мне удалось проехаться по широким улицам и проспектам этого замечательного города. Нижний Новгород произвел на меня великолепное впечатление. Я в нем нашел что-то и из Питера, и от Москвы, и от родного Ярославля. Я был поражен чистотой, я поражен красотой, простором этого города, широченной Волгой. В общем, все было очень замечательно в этом плане. Хотелось бы, конечно, еще повнимательнее, поинтереснее осмотреть этот город. Что касается организации соревнований, ну, тоже могу только в превосходной степени говорить об этом, потому что все сделано очень четко. Опыт сказывается. Дмитрий, значит, Яркулов уже не первый раз организовывает соревнования, и, в общем-то, с каждым разом все лучше и лучше. И в те-то разы вроде никаких проблем не было, а сейчас мы просто все идеально, все идет как бы по наметанному. Но вот без ложки дегтя все-таки мне не получается сказать. Интересно. Хотелось бы, да, чтобы вот при такой замечательной организации еще был бы для соревнований задействован 50-метровый бассейн, который я знаю, что вроде как существует в Нижнем Новгороде, но с ним есть определенные проблемы. Вот я бы пожелал организаторам, как бы развивая фридайвинг в Нижнем Новгороде, вот выходить на какой-то такой олимпийский уровень, который, ну, согласитесь, невозможен без 50-метрового бассейна. А в остальном я только могу повторить. Огромное спасибо организаторам за сам факт проведения этих соревнований, за организацию, за великолепные пирожки, ну и за трансляцию. Ну, а я добавлю, что организатором соревнований является клуб «Апнея Горький» и опытная команда этого клуба, страхующие волонтеры, все помощники, административный персонал и организаторы. У нас все уже занимаются этим ни первый, ни второй раз, потому и так хорошо получилось. Спасибо. Расскажи, как, чего было сегодня? У тебя сегодня персонал бест. Да, у меня сегодня персонал бест. Я сделала 4 бассейна. Здесь это 99 метров. Это у меня в первый раз такого не было даже на тренировках. Я довольна. Впрочем, персонал бест был в этом же бассейне. Друзья, это Наталья Гришина. Она начинала свой путь фридайвера в Нижнем Новгороде у нас тренировалась, а сейчас она в Самаре и тренируется у Литалии Козловской. Что еще скажешь нам? Впечатления какие-то? Ну, ты счастлива? Персонал бест у тебя? Да, я счастлива. Хотелось, конечно, соточку разменять, но я думаю, что я правильно сделала, что в конце 4 бассейна вышла и оставила себе стимул на следующий раз. На следующий раз, совершенно верно. Планировала ты это, спелс-соточку, или он у тебя получился как пошел? Ну, я планировала, но я думала, как уж пойдет, но хорошо бы было сделать 4 бассейна. Так и получилось, в принципе. А с нами Татьяна Куркова из Казани. Она профессиональный волонтер. Она уже много-много лет участвует в соревнованиях, в различных ролях. И в Нижнем Новгороде помогала, на службе протокола, и в разных таких вот вещах, где там, что там делают волонтеры, я ничего не знаю, потому что я в это время ныряю. И в Ярославле, и в Казани. Таня, скажи нам, как тебе впечатление от этого соревнования, тем более, что у тебя много опыта, и есть с чем сравнить. У вас с каждым годом все лучше и лучше. Куда уж лучше-то? Вот куда еще лучше, а вы все равно лучше делаете. Ну, и вообще такая атмосфера вот этого братства придаверского. Все друзья, все друг другу рады. Да. А что еще может быть лучше, кстати? Вот скажи, вот как вот опытный волонтер, вот куда нам стремиться? Вот что еще могло бы быть еще лучше? Сложно сказать. Сложно. Я даже вот честно не знаю. Но вы все равно с каждым разом все лучше становитесь. Казалось бы, уже все в предел достигнут, но нет. А я вот думаю, что такой сервис ввести, чтобы спортсменам перед стартом делали массаж. То есть, чтобы работало 2-3 массажиста, и они там по 5-7 минут делали массаж желающим делать массаж спортсменам. Ну, и волонтерам тоже. Ну, это же клуб. Волонтерам тоже нет, кажется. Массаж. Волонтерам по два раза. Да. Ну, и судьям можно в конце тоже. А то их только в воду сбрасывают, никаких плюшек. А так вот массажик будем сделать. В общем, есть кое-какие мысли на следующие соревнования. Ну, всем хочется пожелать приезжать, участвуйте. Давайте послушаем Быкова. Он у нас и спортсмен выступивший, весьма недурственно на этих соревнованиях, и организатор, ну и вообще опытный фридайвер. Как ты думаешь, хорошие соревнования удались или есть что могло бы быть лучше? Слушай, я субъективно и объективно считаю, что вообще как бы наши соревнования в Нижнем – это одни из лучших вообще соревнований по уровню атмосферы, по, ну как бы, организации и по оснащению. Вот нам еще немного поработать над трансляцией, вот, чтобы это было еще более зрелищно, чтобы можно было показывать там видео из-под воды, и будет просто вообще бомба. Это будет бомба, да, согласна. Как тебе твои результаты на этих соревнованиях? Ты доволен? По сути, как бы, да. То есть первый старт в этом сезоне, и результаты неплохие. Я немножко разочарован от браса, то есть хотел, я нырнул 108 метров, а хотел за 125, ну там 130 или 135. Но получилось только так. Но в других дисциплинах нормально для себя выступил, неожиданно в статике, ушел за 7 минут. Давно не было, да, так? Ну, в этом сезоне я вообще статику ни разу не тренировал, поэтому, ну, тут я думал, что будет в районе 6.30, но зашло хорошо, и поэтому лежал дальше. Вот. Очень доволен, я хотел выиграть кубок по общему зачету, и по всей видимости я его выиграл. Этот крутой кубок. Уже подсчитал танцы, да? С хохломой. Вот. Не хотелось его никому отдавать. Ну, хорошо, забегай вперед. Мы уже узнали интригу. Спасибо. Еще что-то скажешь? Вообще, очень круто, что, ну, несмотря на, там, рост вообще соревнований, как бы, ну, числа соревнований, наши старты все равно собирают людей из разных регионов. У нас в этом году хорошая география, там, есть парень из Хабаровска, и, ну, из вообще разных других городов по Волжи, и не только по Волжи, и классно. И неукрасивее, и север, и средняя полоса представлена. Ну, короче говоря, да. Могло быть еще, на самом деле, больше, то есть некоторые ребята не смогли в последний момент, снялись. Но, классно, вот. Я вспоминаю, там, первые соревнования, там, в Нижегородской области, которые были в 2010 году. Это, конечно, просто небо и земля. Мне очень нравится, что сюда приезжают и звезды, и корифеи, и новички, и середнячки, и все. И все говорят, я еду за атмосферой, я еду пообщаться, мне тут хорошо. Вот это здорово. Это, наверное, самая главная цель, которая нами достигнута. В футболке у вас просто атас. Конечно, атас, старались. С нами Александр Акивис. Я хочу тебя спросить, Саша, скажи, пожалуйста, когда ты снимаешь нас там под водой, ты о чем думаешь? Ну, блин, не знаю, наслаждаюсь моментом, вы все красивые такие, можно офигеть просто от того. Прям все-все красивые? Все красивые, да. И я рад, что я могу это увидеть и запечатлеть. Мне это очень нравится. И нам потом это передать. Да, да, это все прямо. Мы тебе не надоели со своей красотой? Нет, не, не, это кайфовая работа. Еще бы столько, да, потопчал. Да, да, мне нравится. Хорошо. Спасибо тебе большое за твой талант. Пожалуйста, не знаю, я рад, что пригодился. С нами Евгений Карасев, Нижний Новгород. Это универсальный участник соревнований во всех ролях. Он может быть и комментатором, и страхующим, и спортсменом, и волонтером, и еще бог знает кем. Скажи, пожалуйста, какая роль тебе больше всего понравилась? Ну, чтобы решить для себя, какая роль все-таки самая подходящая, надо попробовать все. Именно поэтому на этих соревнованиях я в первый раз страхующий. Один раз я был комментатором, один раз теперь страхующий, ну, и энное количество раз спортсмен. Все роли прекрасны. Своя прелесть есть в каждой из них, и мне бы хотелось их совмещать. Сказать, что я могу выбрать только одну, нет. Ты не попробуешь и судьей быть. Надо тебе на курсы судей пойти. Точно, точно, точно. Могу сказать только в рамках своего текущего опыта страхующего, что каждый нырок каждого спортсмена я проживал как спортсмен. Я вдыхал вместе с спортсменом. Я вначале задерживал дыхание и пытался себя мысленно остановить, что какой глупости я творю, зачем мне это не надо, у меня есть трубка. Какой ужас. Это очень тяжело, наверное. Но, тем не менее, ко второму или третьему дню соревнований немножечко эта привычка отошла на второй план, и я переориентировался на догонялки. Представляете, он даже заметил мой маникюр, когда меня страховал. Все заметил. Да, да, это правда. После нырка Юли я сказал, что у Юли под водой, с учетом преломления синего цвета, был самый шикарный и яркий маникюр. Спасибо. Если бы у нас была такая номинация, ты бы ее выиграл. Скажите мне, друзья, пожалуйста, какие у вас ассоциации по поводу вот этого мероприятия и своего состояния, и своих впечатлений от наших соревнований. Состояние гайковое, организация замечательная и очень теплая. Благодарю за соревнования. Спасибо. Сегодня много эмоций и много впечатлений от персонал-беста. Мы очень рады. Очень метафорически, спасибо. Полное умиротворение. Ага, спасибо. Ну ассоциации, ну азарт, борьба, вот такие свежие эмоции, очень интересные. Круто. Ну и организаторы крутые, безусловно. Ага. А доброму, очень результативно, день персонал-бестов. Да, это точно. У меня очень теплое и душевное состояние. Теплое и душевное состояние, спасибо. У меня такое же теплое и душевное состояние. Бест Болгарапас. С нами Дмитрий Симухин, Нижний Новгород. Он сплавал 133 в первый день в Ластах и сегодня 155. Расскажи, как оно было. Да как всегда. Ну что, так тухло? Бридаминг это мучение, это ты плывешь, мучаешься, контракты, вот это вот все. С какой дистанции начались контракты? Слушай, сегодня они начались, наверное, где-то 75 я снова доплывал. У меня начались, ну такие они, знаешь, я уже научился их контролировать, поэтому они не сильно сегодня меня добивали. Они усиливались именно вот когда я 150 доплывал, вот тогда они были достаточно такие сильные, почему я, собственно, и вышел. Можно было опять, как и позавчера, плыть дальше и хотелось плыть дальше, но вершил какое-то решение, надо выйти и все, и вышел. Ну не жалеешь, что вышел? Ну конечно, чуть-чуть жалею, потому что Сергей Сергеевич меня обогнал на целый метр. И как бы такое вот, ну маленькое недоразумение и подвинул меня со второго места на третье. Ну а вообще можно было, конечно, доплыти 175 и развернуться и выйти на первое. Ничего, сделаешь так в следующий раз. Очень рада я за тебя, Дима, ты необыкновенный молодец. Я скажу вам для сведения, он очень поздно начал подготовку к соревнованиям. И буквально за 2-3 тренировки что-то там наплавал и пошел на соревнования. Вот ведь как, вот что значит состояние, да, боевое. Что-то оно у тебя сейчас только не боевое. Ну я так подустал чуть-чуть сегодня, что-то перенервничал. Пирожок съел, бананчик съел, корзочек съел. Ну и все, и улыбайся, значит. Спасибо, Юлечка. Пожалуйста. А с нами, друзья, Тарас Глухов, город Краснодар. Тарас, у меня к тебе такой вопрос. Что ты там сегодня и вчера належал, наплавал, расскажи. Сегодня я проплыл в Беластах 114 метров. Вчера пролежал 4 минуты 10 секунд, что сильно меньше, чем хотелось. Ну, так распорядилась судьба. А позавчера проплыл Брасом 103 метра. Супер. Теперь скажи нам вот прямо вот сюда, что ты хочешь сказать своему тренеру Игорю Демчишину. Тренеру я хочу сказать, что задачу выполнил. Ну, все хорошо. Ему спасибо за терпение и за ту подготовку, которую он мне дал. С нами Татьяна Решетникова, город Ярослав. Нам очень интересно стало спросить ее, как жену фридайвера. Что она нам может сказать, каково вообще живется женам фридайверов? Ну, так неплохо живется. Ну, когда, допустим, муж выступает, это событие. То есть, жена где-то на втором плане. Обязательно нужно смотреть за вещами. Обязательно нужно не мешать. Что значит не мешать, надо еще узнать. А что значит не мешать? Не мешать, это значит не подходи у меня тайминг. У меня тут на руке написано. Не мешать, это значит подсказать, если груз вдруг забыл, все-таки подложить, но молча. Там, полотенце должно быть вовремя подано. Там, ну, обязательно как бы вот постоять, поддержать, просто постоять, но молча. И раствориться. Да, и раствориться. То есть, ты должна быть, но ты не должна быть. Вот, чтобы я тебя не замечала, но ты вот присутствуешь, вот как, вот пойми. А ты боишься, когда он плывет, там, дистанция какую-то? Ну, первые года я боялась, конечно. Думаю, получится, не получится, вдруг блаканется, вдруг еще чего-то. А потом уже так, это, как на работу. Вот он оттренировался, думаю, ну вот, экзамен. Ну, пошли на экзамен, ну, давайте так, 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 так. Дальше уже просто здесь не до чего-то учли, здесь учли, здесь учли, вот поплыли. Ему очень повезло с такой лояльной женой, которая еще может и груз подавать, и растворяться в воздухе, и вообще присутствовать, и за него болеть. У меня у всех передайверов такие жены. Поэтому большое тебе спасибо.